В январе 1943 года Никола Тесла был найден мертвым в своем номере в отеле «Нью-Йоркер» в Нью-Йорке. Вскоре после этого его документы стали объектом пристального внимания со стороны спецслужб. Архивы Теслы из этого номера изъяли представители правительства, чтобы изучить их на предмет угроз национальной безопасности. Этот шаг порождает множество вопросов и загадок, связанных с его работой. Интересно, что младший родственник Теслы, Савва Касанович, которому выпала роль связующего звена между оставленным наследием и следователями, взял с собой только три фотографии. Его друг Кеннет Суизи также аккуратно забрал лишь книгу с автографом. Это обстоятельство лишает многие современные теории запутанности и скрытости документов. Несмотря на известные факты, архивы Теслы все еще одарены загадочной аурой. Хотя некоторые из его изобретений были предвосхищением своего времени, как, например, передача энергии без проводов или разработки устройства «Луч смерти», многое остается на уровне гипотез и смелых предположений. Но как же случилось так, что эти амбициозные проекты не обрели должного внимания и не изменили наш мир? Возможно, прикосновение к этой загадке приведет нас к другим, не менее захватывающим открытиям в жизни великого изобретателя. Энергия без кабелей Ворденклифская башня на Лонг-Айленде на участке примерно в 60 миль от Нью-Йорка символизировала амбициозные мечты Николы Теслы. Выстроенная в начале 20 века, ее высота составляла 150 футов, включая огромный медный шар на вершине. Под руководством Теслы в этом грандиозном сооружении планировалось реализовать мечту о передаче энергии и информации через Землю и атмосферу, без использования проводов. Проект поддерживал Джон Морган, один из самых влиятельных промышленников того времени, который видел в нем коммерческий потенциал для улучшения электрического освещения. Однако, когда стало ясно, что Тесла задумался о более глобальной мировой системе беспроводной связи, нацеленной на транснациональную телефонию и радиовещание, финансирование прекратилось. В аналог истории эта башня представляет собой не только технический прорыв, но и печальное свидетельство неоконченной революции. Несмотря на демонтаж в 1917-м из-за долгов, мифы и жажда достижения сохранились. Если бы Тесла реализовал свои планы по передаче энергии через Землю, наш мир мог бы обрести невероятные возможности. Однако, настоящая сила Теслы была не только в изобретениях, но и в дальновидности, которая, возможно, открылась бы еще больше в следующей, не менее таинственной и захватывающей главе его гении – лучи смерти. В начале 30-х годов прошлого века Никола Тесла снова оказался в центре внимания благодаря своей концепции создания лучей смерти. Этот электрический гений выдвигал идею оружия на основе направленных энергетических лучей, способных остановить армии благодаря своей страшной мощи. Интерес к его разработкам проявляли даже представители некоторых правительств, в том числе СССР, которые встречались с ним, чтобы обсудить потенциал таких устройств. Даже не имея точных данных о ходе работ, новость быстро распространилась в прессе, что стало настоящей сенсацией. Хотя устройство осталось теоретической концепцией, сам Тесла искренне верил, что его изобретение может укрепить мировую безопасность вне зависимости от геополитической обстановки. С помощью мощных лучей любой агрессор мог натолкнуться на невидимый барьер, понятие которого позже развивалось другими учеными. Научных доказательств работоспособности лучей смерти не было, но их потенциал будоражил умы и порождал смелые спекуляции о возможностях дальнодействующего энергетического оружия. Устройство осталось легендой, но его концепция вдохновляет и сегодня, поднимая вопросы о том, как подобные идеи могут трансформировать наш подход к безопасности и обороне. Теперь давайте продолжим следовать по пути гениальных задумок Теслы, чтобы лучше понять, какие возможности и мечты великий изобретатель оставил нам в наследство. Мечты о Марсе В 1899-м Никола Тесла проводил эксперименты на горе Пик Пайкс. Именно здесь он уловил необычные радиосигналы, которые поначалу вызывали у него мысли о возможных внеземных источниках. Хотя впоследствии он был осторожен в своих заявлениях, считая, что это могли быть планетарные электрические возмущения, все же эти сигналы затронули его фантазию о связях с марсианскими соседями. В письме, опубликованном в газете New York Times в 1910-м, Тесла рассуждал о вероятности существования внеземной жизни, однако был более сдержан в своих утверждениях, подчеркивая, что до сих пор нет прямых доказательств контакта с Марсом. Это свидетельствует о научной дисциплине и осторожности изобретателя, несмотря на его увлеченность межзвездными идеями. Мечты о связи с другими планетами продолжали прельщать умы ученых долгие годы. И хотя Тесла не разрабатывал проектов для межпланетных путешествий, его работы в области радиокоммуникации вдохновляли будущих изучателей космоса. Именно его видение беспроводной передачи энергии и связи предвосхитило многие современные технологии, создавая науку о будущем. Представьте, как эти идеи могли бы развиваться, если бы Тесла успел воплотить их в жизнь. Далее в нашем путешествии мы разгадаем одну из самых захватывающих загадок его жизни, связанную с феноменальным механизмом, о котором мало кто слышал. Чёртово колесо. В начале 20 века Никола Тесла, гений безграничной фантазии, занялся проектом, который мечтал преобразовать мировой энергетический ландшафт. Вместо того, чтобы разрабатывать так называемое «чёртово колесо», как иногда неправильно интерпретируют, он сосредоточился на использовании природных сил, таких как магнитные поля и электродинамические феномены, для эффективной передачи и управления энергией. Тесла стремился создать двигатели и оборудование, которые могли бы значительно повысить эффективность использования электроэнергии. Его эксперименты удивляли современников, так как часто почва для его разработок основывалась на необычных концепциях, выходящих за пределы общепринятого знания его времени. Он верил, что можно использовать магнетизм для создания устройств, которые заставляли бы электроны перетекать с минимальными потерями. Тесла часто говорил о беспроводной передаче энергии и электромагнитных полях, предвидя появление технологий, которые мы сегодня считаем совершенно обычными. Его мечты о мире без проводов отражали глубокое понимание перспектив будущего, не подкрепленное, однако, официальными чертежами знаменитого «Вечного двигателя». Несмотря на грандиозные планы, многие из его разработок остались нераскрытыми и забытыми. Тем не менее, работы Теслы вдохновили поколения ученых на поиски новых путей использования энергии и управлению ею. Его эксперименты убеждали в неисчерпаемости потенциала науки, намекая на более амбициозные проекты, которые могли бы вызвать неподдельный интерес. В следующей части мы коснемся еще одной амбициозной мечты Теслы, оставившей значительный отпечаток в истории его карьеры и наследии. Исчезнувшая башня. Еще в 1898 Никола Тесла задумывался о грандиозном проекте. Уже в 1901 строительство знаменитой башни Ворденклифф на Лонг-Айленде стало реальностью. Участок был приобретен благодаря Джеймсу Вордену. Башня возвышалась на 47 метров, стремясь соединить мир беспроводным способом. Первоначально поддерживаемый Джоном Морганом, проект должен был улучшить телефонную и телеграфную связь. Однако идея передачи бесплатной энергии насторожила бизнесмена и он прекратил финансирование. Тесла не оставлял попыток найти новых инвесторов, но проект застопорился. 15 июня 1903 прошли первые полномасштабные испытания, которые обещали революцию в передаче энергии и информации. К сожалению, в связи с опасениями по поводу использования немцами, башню разобрали в 1917. Несмотря на неудачу, Ворденклифская башня оставила явный отпечаток в истории, демонстрируя на что способна безграничная фантазия великого изобретателя. Однако, что если бы проект все-таки был завершен? Возможно, ответа потребуется искать среди других загадок в окружении Теслы, как, например, его контактов с учеными того же поколения. Тесла и Эйнштейн. Среди ярчайших умов начала 20 века выделяются Никола Тесла и Альберто Эйнштейн. Несмотря на различия в направлениях их работ и философии, они были знаменитыми фигурами своего времени. И хотя сказаний о их сотрудничестве нет, существует предположение, что они встретились однажды в 1930-м в отеле «Нью-Йоркер». Эти встречи, если и имели место, оставили след только в анекдотах и воспоминаниях. Тесла, будучи скептиком перед сложной теоретической моделью относительности, настаивал на конкретике и практичности. Он откровенно критиковал идеи, которые находились за пределами его технологии и концепции эфира. В отличие от Теслы, Эйнштейн познавал законы Вселенной с помощью формул и абстракций, за что Тесла часто выражал сомнения в их практической ценности. Они оба посвятили своей жизни изучению физических явлений, но их пути оставались параллельными. Тесла сосредоточился на инжиниринге переменного тока и приложений электромагнетизма, тогда как Эйнштейн развивал гравитацию и пространство-время. Их работа могла бы вдохновлять поколения, но значимое взаимодействие так и не приобрело формы комплексной коллаборации. Несмотря на различия, оба гения внесли неоценимый вклад в науку. По воспоминаниям современников, в лабораториях Теслы проводились захватывающие эксперименты, экспериментирующие с электромагнитными полями и передовой электроникой своего времени. Эти опыты иногда вызывали споры и недопонимания, оставляя открытые вопросы для будущих поколений ученых. Продолжая изучать великие идеи и фантазии Теслы, мы погружаемся в мир, где наука часто переплетается с мистикой и находит отражение в его увлекательном наследии. Электрические призраки В лаборатории в Колорадо Спрингс, укромном уголке Горного Колорадо, Никола Тесла проводил эксперименты, которые переворачивали физику с ног на голову и заставляли привычные законы изменяться в его руках. Именно здесь, между 1899 и 1900 он создавал электрические разряды длиной в десятки футов, зажигая ночь яркими вспышками. Эти молнии так впечатляли местных жителей, что вокруг экспериментов начали формироваться собственные мифы и легенды. Когда Тесла зажигал газоразрядные лампы без проводов, это казалось волшебством. Он управлял энергией так, что лампочки светились от одного лишь воздуха, демонстрируя загадочные силы электромагнитного резонанса. Эти явления, хотя и не поддавались пониманию большинства современников, имели свое объяснение в терминах физики, теоретического фундамента, который Тесла смело раздвигал своими экспериментами. Хотя в народе говорили о чудесах и призраках, сам Тесла никогда не рекомендовал видеть в его достижениях что-то сверхъестественное. Для него это была искусная игра природы и законов науки. Именно эти эксперименты, хотя и окутаны ореолом тайны, укрепили его репутацию как изобретателя, который мыслит на десятилетия вперед. Эти испытания многое рассказали о природе электричества и магнетизма, но оставили открытыми новые загадки. И все же, хотя многие его идеи не воплотились в реальность, потенциал научных открытий Теслы продолжает вдохновлять умы будущих поколений. Поэтому, погружаясь дальше в гений изобретателя, мы увидим, как попытки преобразовать мир часто сталкиваются с непреодолимыми преградами. Обретенное забвение Никола Тесла оставил за собой огромный след в науке, но некоторые его изобретения так и не увидели массового света. Среди самых ярких его проектов была амбициозная всемирная беспроводная система, задуманная в конце 1880-х годов. Эта система предусматривала передачу энергии и радиосигналов без проводов, используя резонанс Земли. Он продемонстрировал ее возможности на всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, но ее практическое внедрение и коммерческий успех остались недостижимыми. Тесла постоянно сталкивался с недоверием инвесторов, так как его идеи казались слишком радикальными. Финансирование остановилось, не в последнюю очередь из-за его эксцентричности и финансовых трудностей. Распыленность внимания общества на более коммерчески успешных ученых, таких как Эдисон и Маркони, также сыграло свою роль. Последние сумели привлечь финансирование для своих более понятных изобретений вроде радиотелеграфии. Кроме того, некоторые из его работ были недоступны из-за потери заметок или их хранения в частных коллекциях. Это создало некую тайну вокруг его трудов, которые до сих пор вызывают интерес и вопросы. Тесла не только опередил свое время, но и поставил перед наукой вызовы, которые ей предстоит еще разгадать. Сегодня некоторые идеи Теслы находят воплощение в современных технологиях, например, в системах резонансной беспроводной передачи энергии. Хотя полное воспроизведение его всемирной системы остается сложно реалистичным, вдохновенный его идеями прогресс идет вперед. Именно этой волной увлечения, его трудом и таланта великого изобретателя погружены кинематограф и литература, находя в нем неиссякаемый источник вдохновения. Следуя дальше, в нашем рассказе мы увидим, как его образ воплотился в современном искусстве, продолжая удивлять и пробуждать любопытство. Тесла в поп-культуре Образ Николы Теслы, великого новатора, нашел себе место в современной поп-культуре как символ предельного новаторства и загадки. Дэвид Боуи в роли Теслы в фильме «Престиж» буквально оживил мифологическое восприятие изобретателя, представив его как создателя машины, способной клонировать объекты. Эта лежащая в фантастической плоскости идея действительно давит на границы возможностей и воображения. В сериале «Убежище» персонаж Теслы демонстрируется в необычном амплуа, пересекающий идеи науки и фантастики, заводя зрителей на тропы альтернативных реальностей. Это романтизированное изображение – частое явление в искусстве, где Тесла становится символом гения и мастера инноваций. Известно, что Тесла имеет более 700 изобретений и патентов, подчеркивающих его невероятный вклад в мир технологий. Некоторые его идеи, такие как передача энергии на расстояние и резонансные частоты, вдохновили современные разработки, пусть и без прямого технологического продолжения. Игровая серия «Байошок», хотя и не ссылается непосредственно на изобретение Теслы, пропитана духом тех научных революций, которые он олицетворял. Эстетика начала XX века, наполненная новаторскими идеями, служит вдохновением для создателей многих культурных продуктов. Тесла в современной культуре не просто персонаж из учебников физики. Его жизнь и работа, хотя и находят отражение в фантастических интерпретациях, остаются блестящим примером того, как далеко может завести научное воображение. Следуя за его наследием, мы впитываем уроки и продолжаем вдохновляться этим величайшим изобретателем, который соединил науку и искусство в одном воплощении. Вдохновленный его прогрессом, мир спорит о наследии и разгадке многих тайн, которые Тесла оставил следом. Наследие и теории заговора Никола Тесла, непоколебимый гений своего времени, оставил после себя не только невероятное наследие изобретений, но и не менее впечатляющий ореол тайн и легенд. Несмотря на более 300 патентов, его имя окружено массой мифов и предположений. После его смерти в 43-м году архивы Теслы заинтересовали Федеральное бюро расследований. Хотя изъятие документов вызывает вопросы, твердого доказательства скрытия революционных разработок нет. Подобные теории заговора привлекают внимание, однако они основаны больше на слухах, нежели на фактах. Легенда о луче смерти также будоражит умы. Тесла говорил о создании направленного энергетического луча, способного защитить нации от агрессоров. Такие утверждения не имели должного подкрепления в реальности, оставляя идею в области слухов и фантазий. Несмотря на мифы, его признанные достижения изменили облик мира. Тесла ввел систему передачи переменного тока, изобрел асинхронный двигатель и подарил технологиям трансформатор высокого напряжения. Его эксперименты с беспроводной передачей энергии вдохновили будущие поколения, но не дошли до коммерчески успешной реализации. Созданные мифы подчеркивают, как далеко великий изобретатель заглянул в будущее. Несмотря на отсутствие документальных подтверждений тех или иных теорий, фантазия, витающая вокруг его наследия, остается живой и притягательной. Испытывая глубокий интерес к его творчеству, мы продолжаем вновь и вновь открывать новые грани его инженерной мысли, находит ли это отражение в обсуждениях и интерпретациях современных теорий. Впереди нас ждут дополнительные открытия о вечной загадке, унесенной Теслой в неизвестность. Последняя тайна. Никола Тесла, человек, чье имя ассоциируется с потрясающими инновациями, оставил после себя множество загадок. Один из самых обсуждаемых проектов – луч смерти, предполагаемое энергооружие, которое, по словам Теслы, могло бы стать непреодолимым барьером для агрессоров. Детали этого устройства остаются неясными, порождая массу слухов и домыслов. Уцелели ли его прототипы или записи – это лишь предположения, не имеющие документальных доказательств. Другие его амбициозные планы включали идею передачи энергии без проводов на большие расстояния, используя резонанс планеты. В этой области Тесла действительно проделал значительную работу, построив башню Ворденклифф на Лонг-Айленде, но ее применение и успех остались малозначительными, обрастая спекуляциями. Его мечта не была реализована, но идея вдохновила исследования в области передачи энергии. Часто возникающие истории о его участии в филадельфийском эксперименте и связях с флотом США относятся к городским мифам, не основанным на исторических фактах. Он умер в 1943-м, и эти рассказы не имеют под собой фактических оснований. Что касается сверхпроводников или вечной энергии, это больше легенды, нежели подтвержденные научные изыскания Теслы. Но, несомненно, его визионерские идеи, такие как беспроводная связь и радиопередача, предвосхитили многие современные технологии, о которых раньше можно было только мечтать. Тесла был человеком, устремленным в будущее, и его работы до сих пор вдохновляют инженеров и ученых по всему миру. Его фантазии нередко опережали время, прокладывая путь к современным технологическим достижениям. Тайны, которые он унес с собой, продолжают питать наше воображение, оставляя больше вопросов, чем ответов. Возможно, именно в этом и заключается истинная магия его наследия. Субтитры создавал DimaTorzok